Всем привет, друзья! С вами Сергей Куаев из Токио. Напоминаю, что в начале сентября я буду в России, чтобы принять участие в семинарах в Москве и в Питере. Эти семинары будут посвящены обучению в школе японского языка и жизни в Японии. А также мы привезем представителей школ японского языка. И одна из таких школ – Академия Аояма. Наверное, вы уже видели видео на моем канале из этой школы. Но чтобы вы смогли более глубоко, так сказать, понять, как происходит жизнь студентов в языковой школе, как проходит их день, чем они занимаются, я решил сделать видео из разряда «Один день из жизни студента языковой школы». Студентка Наталья из Рязани нас любезно согласилась принять участие в моем видео и рассказать о том, как она живет все это время в Японии, и как она учится в школе, чем она занимается, как подрабатывает. Ну что, мы сейчас направляемся на рабочее место Натальи в комбине, уже в рабочем процессе, переоденется в форму. Может быть, на кассу даже встанет. Сейчас посмотрим, как это все будет у нас происходить. Готова приступить к смене? Да, я всегда готова. На работу как на праздник. Меня зовут Наталья, мне 22 года. Я из Рязани. Я встаю в 3.40, да, где-то в 3.40. В полшестого я ухожу на работу. В шести до восьми я работаю в комбине. Сейчас у меня в комбине, потому что они... Да, они помогают... Слабовидящим людям. То есть им здесь их проводят за руку везде и помогают покупать, да? Да, да. Некоторых вообще, которые, может быть, там, с собакой, или вообще не ориентируются никак, их оставляют, спрашивают, что им нужно, набирают, даже возьмут у них какую-нибудь суйку или там телефон, расплатятся, прибегают и все приносят. То есть я такое впервые вижу, это очень даже здорово. Академия 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 terme и состоят из людей, и дело в том, что вы должны прийти Но это не нужно. Так же, если вы хотите, то это значит, что вы думаете на место обслуживания. И вот это будет основной момент, кто то. Тотянская вопрос стала по-прежнему, а Наталья имеется на пустыню, похожий у нас и уже крайней мере, но тонкий уровень этого. Это принадлежーー достаточно, что вы решили собрать коммуникацию, и это так, что достоинство решает воспаляться. Какое мнение, что я подтвердил, что И я показал, что японцы сейчас становится меньше, кто хочет работать, вообще кто может работать поэтому количество иностранцев будет повышаться в японии в том числе молодежи иностранных студентов поэтому ребята дорога открыта для вас приезжайте в японию тоже начинайте с небольших работ с небольших должностей есть очень большой большое пространство для роста сколько тебе удается заработать за месяц примерно я пока работаю только один месяц я заработала я работал полмесяца я заработала 80 тысяч сколько часов тебя получается в день ты работаешь день 6 и в неделю сколько раз 5 по дням недели у меня выходит 28 часов это получается примерно 1000 йен в час 30 в тысячу неделю 120 месяцев если прогуляться по улице посмотреть приглядеться к вывескам то предлагают 120 ой 1200 час 1100 в час ну тысячу это как минимум наверное естественно самая такая работа на утренние потому что странно хорошо оплачивается днем платят меньше обычно легко было найти я думаю мне будет это трудно но показалось вообще я я просто мега быстрее нашла я нашла в интернете до комбини я отправила заявки в 3 комбини в этот же день мне на почту от тенчо пришло сообщение что я бы хотела тебя видеть на собеседовании напиши когда ты сможешь ты далеко живешь я куда-то здесь рядом ты можешь с утра работать да ну все ты на тут ходишь пойдем там форму все на тебя наденем потренируем потренируемся приветствую сегодня как бы можно уже приступать давай скажи какое-то приветствие по-японски что ты обычно говоришь вот потом бегу в школу несколько километров за полчаса я бегаю до школы 9 начинается занятие до 12-30 скинг気持ちでさっきも何度も出てきた а а Доброе утро! Какой способ? Доброе утро! Доброе утро! Учеба в школе полководства языка очень интересная, вообще я чувствую себя как героиня дорамы, все сенсеи, они как реально во всех дорамах показывают. Добрые, веселые. Как с отечественниками, находишь вообще язык? Мы живем с ними вместе. И как тебе учеба? Отлично, замечательно. Хорошо проходит. Отлично, учителя замечательные, хорошо учат, объясняют. Было бы намного лучше, если бы еще проводили больше занятий, где-нибудь там на улице, например, показывали как-то больше культуры, а так все отлично. В час я уже дома, в пол третьего я вхожу снова на работу, и до семи вечера я работаю в комбине. Я самый бюджетный представитель. Мы представили всех бедных студентов, наверное. Я не пользуюсь транспортом, то есть я хожу пешком, стараюсь ходить пешком, поэтому на транспорт я не трачу деньги. Мы сейчас с Натальей направляемся в ее место жительства, в гест-хаус, в котором живут также и другие наши студенты, которые приезжают на обучение в школу Ауяма. Так, ну что, далеко находится гест-хаус? Ой, полчаса идти отсюда. А полчаса ты пешком всегда ходишь, да? Да, каждый день пешком. Ну чего, я уже привыкла в начале, когда приехала, думала, господи, когда же эта школа на горизонте появится? А сейчас уже нет. А что велосипед не возьмешь себе? Я боюсь. Боится на велосипеде? Ну что, велосипед, это кайф. Я каждый вечер катаюсь по 40 километров. Ты с какой цели приехала? Я хочу здесь остаться, но, конечно, шансов мало. Остаться здесь в Японии, да? Почему шансов мало-то? Потому что, не знаю, мне кажется, что мало. А как ты это решила? Наталья считает, что у нее мало шансов остаться в Японии. Хотя, смотри, она уже работает в комбине и по-японски нормально говорит. Я думала, что я не найду здесь ни работу, ни буду еще, ни заговорю на японскую. Поэтому шансов у меня осталось уже мало. Да не, я считаю, на самом деле, если хотите чего-то, то это обязательно получится. И уж в Японии остаться не так уж и сложно. То есть достаточно просто, но хотя бы, ну хоть какой-то иметь у себя мозг небольшой. Раз уж тебе хватило мозгов сюда приехать, допустим, да, и денег, то уж остаться здесь, если уж прям очень захочется, я думаю, не составит проблем. Потому что все-таки и школа японского языка, она дает тебе целых два года, чтобы сориентироваться на месте и уже найти для себя какие-то пути. Дальнейшие. Сколько ты уже находишься? Я уже пять месяцев. А, пять месяцев. Да, скоро будет пять месяцев. Ну как, у тебя прогресс идет в твоей жизнью ситуации? Да, прям, каждый день я японский. Японский за счет, конечно, подработки. То есть, устроившись на подработку, я сразу как-то влилась в эту жизнь. Начала что-то делать, что-то какие-то дела появились. Все на японском проходит. Как-то японский резко ворвался в мою жизнь. Мы с Натальей наконец-то дошли до ее гестхауса. От школы примерно пара километров, наверное, мы прошли пешочком. Минут двадцать, наверное, нам понадобилось. Вообще в классном районе живут. А то она говорит, платят сколько? Ты шестьдесят одну тысячу платишь в месяц? Шестьдесят одну тысячу, но это вообще район самый центр Токио. Причем довольно зеленый район. Единственное, что говорит, нет дешевых супермаркетов поблизости. Вот. Но эта проблема, на самом деле, решает велосипед, по-моему, очень быстро. Очень много живет русских людей, поэтому скучно не будет. Приезжайте. Ой, человек пятнадцать точно, наверное. Серьезно? Да, наверное. Я половину не знаю. Пожалуйста, не курите на противоположной стороне от гестхауса. Ты деду написала? Нет. Ну, за тебя, по-моему. Мне все равно нет. Ты куришь? Нет. Если что-нибудь интересное будет по дороге. Смотри, цивильно как. Вот что меня удивило, это ковер в лифте. Первый раз такое видела, что хоп, ковер. Ну, так ладно. Шумоизоляция может быть? Очень. Долго, кстати. Смотри, дверь нормальная, цивильная. Все цивильненько. Вот. Это один блок, другой блок. Это душ и туалет для того блока. Уже вот здесь. У вас там свой, что ли, душ-туалет? Да. У нас женский блок. А, женский. А здесь мужской? Здесь смешанный. Даже вот сейчас одни мальчики. Ну и что, у вас там есть коннектик такой-нибудь там? У меня ничего нет. Какой там? Душ. А ну что, нормальная душ, кстати, смотри. Вполне себе. По новинку мы здесь, видимо, сделали реновейшн. Смотри, мне пока все нравится на самом деле. Классно сделано. То есть видно, что здесь проведен ремонт недавно. Все выглядит новым. Туалет, правда, безложный там. Бюджетный. Я-то думала, что туалет такой. Так, ладно, давай посмотрим. Если срать. Ну смотри. Цирильненько. Это гостиная, да? Это гостиная и кухня одновременно. Здесь выстираете. Вот душ, туалет и комнаты. Сколько комнат? Комнат здесь пять. Вот, это домофон с видео. То есть это очень удобно. А то есть для каждой комнаты отдельный домофон еще свой? Нет, домофон у нас общий. То есть если к нам приходят, то звонят, набирают номер какой-то комнаты. Не помню какой. Вот, попадают к нам. То есть мы видим, кто пришел, кому. Два раза в месяц проводится уборка. То есть у нас висит расписание, где указано, когда придут. Убираться примерно во сколько. То есть приходят тетеньки японки. Старенькие. Вот они здесь убираются. Смотри, как классно, да? То есть в своей комнате ты убираешь сам, но какой-то общественный мусор, общественную грязь, которую, допустим, тебе не хотелось бы трогать, тем не менее убирает персонал. Вот это, по-моему, очень удобно. Негусто. У тебя полка своя какая-то есть? Да, у нас пол. Давай какая-то. Что там у тебя? Хлеб? Хлеб, сыр, кис, капуста и яйца. Рацион студента, конечно, да? Да, такой бедноватенький рацион, да. Сколько ты тратишь на еду примерно в день, в месяц? В месяц, может быть, манна, наверное. Нифига, ты прям как это? Я очень медленный студент. Я очень бюджетный, я прям представитель всех бюджетных студентов. Ты выживаешь как-то? Тебе хватает энергии? Я работаю, учусь, пока вроде жива. Что за сыр? Покажи, что за сыр. Я не знаю. Что за здоровый кусок, который где-то его купила? Саша купил сыр, он оказался в крем и чизе. А, крем и чизе, да. Да, он, короче, перепутал и купил не тот. На Амазоне заказала. Дорого? Сколько я отдала? Возьмите 7000 иен. А 7000 все зарисовало? Да. Сейчас посмотрим комнату Натальи. О! Супер, моя маленькая комната. Слышь, маленькая комната, правда, да? Вообще, я когда сюда зашла, я думала, я расплачу, думаю, куда я попала. А сейчас я уже как бы привыкла к этому. И поэтому она мне уже даже кажется большой. Как-то вообще очень даже большой. Ну большой, это, конечно, вряд ли может показаться. Да. Шкаф, да, есть? Да. А ну, скоро шкаф покажи. Нет, не покажу, это же шкаф. Я тут все спихнула. Нет. Не, ну выглядит цивильненько, кстати. Смотри. Главное, что потолок высокий довольно-таки. То есть, я вот могу рукой до него достать. В принципе, обычный потолок, как в любой другой квартире. Другое дело, что маленькая площадь, но тебе здесь только спать. Четыре года-то, да. Тебе здесь по сути дела только спать, считай, да? Ну да, конечно, тут неудобно учиться, потому что стол такой маленький. И на стол все поставил, и уже стол закончился. Поэтому ребята вот тоже ходят в библиотеку или куда-нибудь в школе занимаются. То есть, тебя это зато мотивирует выходить из дома и навстречу приключений. Это да. Не, ну самое главное, что все чистенько, да? То есть, я вот смотрю, прям реально все чисто, паркет. То есть, все такое выглядит новым, белым. То есть, вот это очень классное впечатление создается. Окно. Куда видно? Ну так ладно еще. Ладно, шикарно. Просто вообще. Красота. Светится. Все ничего, да, видно? Да. Ну что, ребят, надеюсь, вы получили представление о том, как проходит один день из жизни русской студентки, которая приехала изучать японский язык. Это в основном всегда подработка, потом учеба в школе, потом опять подработка и потом, соответственно, закрепление каких-то знаний, которые ты получила на уроках. У кого-то, конечно, наверняка хватает времени для развлечения, на более активную жизнь, но для этого, конечно, нужны дополнительные финансовые средства. Если ты сам целиком и полностью обеспечиваешь свою жизнь в Японии, то, наверное, на развлечения времени останется не так много. Но это, с другой стороны, и хорошо, потому что ты сможешь сконцентрироваться больше на важных вещах. Я ей, конечно, еще посоветовал больше социализироваться, то есть больше общаться с местными жителями, больше пытаться как-то находить каких-то друзей, знакомых там, не знаю, парней там и так далее. То есть это всегда, конечно, помогает, помогает именно расширить кругозор. Надеюсь, ребята, это видео было для вас интересным. А если так, обязательно поставьте лайк, напишите в комментарии ваше мнение какое-то, которое у вас сложилось. И приезжайте на учебу в Японию, в школу японского языка. Компания Monobo активно сейчас занята привлечением студентов. И мы планируем расширяться, увеличивать количество студентов, улучшать условия для их пребывания здесь, в Японии. То есть создавать различные ивенты, мероприятия, условия для жизни улучшать. В общем, я думаю, у нас все будет хорошо получаться. Так что, ребята, не упускайте свою мечту. Обязательно приезжайте в Японию. Ребят, спасибо еще раз за просмотр. Если у вас появилось желание поступить на учебу в школу японского языка Ауяма, то вы можете это сделать через компанию Monobo, с которой мы как раз и приезжаем в Москву и в Питер. И задать все интересующие вас вопросы по имейлу, который также будет по ссылке в описании. Увидимся в Японии и также в Питере и Москве. До скорых встреч. С вами был Сергей Кулаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова